Заявляют, что в организме почти каждого человека достаточно пластика, чтобы изготовить что-то вроде кредитной карты. Вы знали? Однажды вам придётся заплатить. Если вы носите кредитную карту в своей системе, вы продолжаете платить. Так что повсюду столько пластика, но все пытаются уничтожить жалкий пластиковый пакет. Я не говорю, что не нужно от него отказываться, но это стало модным. Вот в чём проблема. Поскольку эти никчёмные пластиковые пакеты валяются на улицах, некоторые нищие изборщики тряпья подбирают их. Вы знаете, в Индии переработка пластиковых отходов идёт очень хорошими темпами. Не из-за вашего осознанного потребления, а потому что бедные люди подбирают это. В Индии перерабатывается почти 90% пластиковых бутылок. Это единственная страна, где такие цифры. Это не потому, что мы экологически очень осознаны, просто потому, что люди бедны, и они подбирают все бутылки. В любом случае это происходит так или иначе. Но степень вреда, который наносит поливолокно, то, как оно проникает в организм, особенно когда дети носят одежду из поливолокна, поскольку это легко воспоминающийся материал, его покрывают огнестойкими химикатами. Было установлено, что эти химические вещества являются канцерогенными. Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются дети, проблемы с щитовидной железой у маленьких детей, во многом связаны с этими негорючими химикатами, которые наносятся на ткань. Плюс аутизм. С этим связано много проблем. Сколько проблем, вы не знаете сколько, но определенно вы столкнетесь со многими проблемами. Ребенок до 15-16 лет не должен носить ничего из поливолокна. Они должны носить одежду из органических материалов. Это не значит, что взрослым можно, но по крайней мере после 17-18 лет человек более устойчив к таким вещам. Однако до этого возраста очень важно, чтобы вы носили органическое волокно. Но теперь проблема в том, сколько у вас одежды. И вы не можете позволить себе хлопок, шелк или что-то такое, так что в итоге вы покупаете поливолокно. Это дешевле, и поэтому многие покупают... Понимаете, даже хлопок и другие материалы можно сделать дешевле, если мы увеличим объемы производства. Я предлагаю одну простую вещь. У вас есть влияние в телангане. Вы должны продвигать эту идею. В некоторых штатах я добиваюсь того, чтобы, по крайней мере, школьная форма была из хлопка или льна, или из того, что не мог от себя позволить. Но она не должна быть из поливолокна. Она не подается переработке, только 1% перерабатывается, потому что никто не использует поливолокно в том виде, как оно есть. Его всегда смешивают в сложные составы, чтобы получить различные текстуры и все такое. Так что такой сложный материал невозможно переработать. Если бы это был чистый нейлон или чистое поливолокно, их можно было бы переработать. Из-за того, что он смешан с разными другими материалами, его переработка невозможна. Только 1% поливолокна, который вы используете в одежде, перерабатывается. Остальное просто уходит в окружающую среду. И это возвращается к нам обратно множеством разных способов. Кредитная карточка в вашем сердце.